Ну а прямо сейчас к нам в студии присоединяется первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пеневич. Дмитрий Леонидович, добрый день. Добрый, добрый. Дмитрий Леонидович, сейчас европейские игры вступили в такую активную фазу, спортсмены вовсе выступают, есть заполненные трибуны. Что показали первые дни? Были ли обращения к медикам? Потому как у нас тропики, можно сказать. Да, как самочувствие, болельщиков жаловались ли? Ну, я хочу сказать, что мы все охвачены атмосферой праздника, да, первое. И второе, вот как раз в оказании медицинской помощи отсутствие новостей тоже хорошая новость. Вы видите, что мы не очень много давали повода для информационных каких-то вбросов, да, или инновационных поводов для чего-то освещения. Но 600 человек примерно обратилось за медицинской помощью, слава богу, это были... Это среди болельщиков? Нет, вообще в целом. Вот в целом мы на спортивных и неспортивных объектах, связанные с европейскими играми нашими, мы оказали помощь 600 человек. Для вас это не проблема? Это не проблема, и слава богу, это были несерьезные заболевания. Около 30 человек мы доставили в стационары, и 18 человек, которые чуть-чуть полежали на больничных койках. Сейчас, например, на сегодняшний момент таких пациентов у нас 5. И готовы идти болеть на стадионах? Только хотел. Безусловно, они подзаряжаются энергией и попадают обратно на стадион. Хорошо. А вот интересно, будни медиков изменились в эти дни? Все-таки вы несете усиленную службу? Ну, вы знаете, что очень хорошая подводка, как вы правильно называете, или как вы называете. Да, это наше слово, да. Очень подробно, очень. Я думаю, что я не буду повторяться. Сейчас мы, правда, мы готовились 2 года. 2 года? 2 года. Новую инфраструктуру мы не выстраивали, за исключением того, что город Минзи купал новую машину, службу скорой помощи оснащенную. Безусловно, это было в рамках нашей планового переоснащения. А вот то, что происходил тренинг, то, что происходил тренинг бригад на спортивных объектах, вне спортивных объектов, это действительно так. Это достаточно кропотливая работа, потому что оказывается медицинскую помощь, прежде всего, конечно, сотрудники здравоохранения города Минска, наших нескольких республиканских учреждений и достаточно большой когорт наших специалистов спортивной медицины, которые фактически со всей страны здесь. Вот эти вот миксы, эти бригады, которые комплексные, вот этот тренинг происходил, безусловно, и в том числе с нашими специалистами, с международными специалистами. Знаете, достаточно большой пласт, 800 медицинских работников, это не просто так. Но еще повторюсь, мы мониторируем ситуацию, безусловно, модное слово, такой мониторинг, это не сказывается на оказании медицинской помощи. То, что я слышал, вот волнения какие-то были нашим минчанам, гостям нашей столицы, плановом порядке. Во-первых, лето. Лето никогда не было для нас каким-либо проблемным вопросом, даже если вызывать службу скорой помощи. В Минске работают, ну, почти 200 бригад скорой помощи, и летом количество вызовов уменьшается ровно в два раза. Поэтому, вот, и сегодня правильно говоря, о том, что 20 бригад у нас дополнительных, поэтому мы не видим проблем в этом отношении. Дмитрий Ильинич, я все о жарких днях наших. Да, да, жарко. Расскажи, пожалуйста, если вот вдруг или спортсмены, или болельщик, не дай бог, чувствуют себя плохо, чувствуют, что вот-вот получит тепловой удар, какие действия ему необходимы, вот в первую очередь, предпринять или людям, которые находятся рядышком с ним? Ну, во-первых, вы видите, и я побывал на многих спортивных объектах до того и после, да, вот в ходе наших соревнований. Очень хорошо организована работа волонтеров, всех сервисных служб, и любой может увидеть или обратиться к любому сотруднику, даже не являющемуся сотрудником наказания медицинской помощи, скажем, и подведут и к бригаде, подведут наши медицинские пункты. Да и сами волонтеры, по-моему, могут оказать первую помощь медицинскую. Да и сами волонтеры, совершенно верно, тренинг был для всех волонтеров, но профилактика, безусловно, это водный режим, это те же главные уборы. Я совет, это узкого специалиста. Я вчера была на стадионе «Динамо», там очень жарко, здорово, но жарко. Как себя вести, как правильно одеться, что делать вообще? С зонтиком я видела люди везде. Я знаю первое. Светлая одежда. Эксклюзив, хитрость такой, знаете, маленький секрет. Да, мы с вами сейчас находимся в очень светлой одежде, да, кроме нашей ведущей. Будем завидовать. Но я вчера видела болельщиков с зонтиком, это гениально. Да, просторная одежда, светлая одежда, для того, чтобы это не стесняло дыхание. Конечно, головной убор, зонтик тоже великолепно. И хороший водный режим. Водички с собой, да? Безусловно, безусловно. Отлично. Ну и вовремя, вы так сказали, если чувствуете какое-то недомогание, еще раз повторюсь, у нас большое количество сотрудников, которые всегда окажут профессиональную помощь на спортивных объектах, не спортивных объектах, на любой территории нашего прекрасного города. Но сейчас не о профессиональном, если можно. За кого будете болеть, переживать? Как болельщик. Да, будете ходить. Вы хотите тоже услышать эксклюзивный ответ? Ну, может быть, да. Вы знаете, вот эти несколько дней, я скажу, потрясающие были дни, правда, по накалу страстей. Абсолютно. Мы будем ждать, наверное, на 3-3 баскетбол женский и мужской. Поэтому, конечно же, за нас. Приятно, что мы с теми. Вообще здорово, что медики тоже так болеют. Не только лечат, но еще и болеют за нас. Спорт, во-первых, как бы для меня тоже немаловажный компонент. Я отвечаю немножко за спортивную медицину, курирую, скажем так. И поэтому для меня это интересно. Коему, европейские игры объединили всю Беларусь. Да. Все профессии, всех жителей. Это действительно так. Вы знаете, что и, наверное, даже многие виды спорта, которые бы, я, наверное, вот скажу честно, не уделил бы времени вне игр. Вот наталкиваю на то, что очень много интересного того, что, оказывается, ты еще не знаешь. Спасибо вам огромное, Дмитрий Леонидович. Я желаю, чтобы у вас было меньше пациентов не только во время вторых европейских игр. Ну и мы себя чувствовали хорошо, и наши спортсмены завоевывали еще больше и больше наград. Спасибо, спасибо. Я напоминаю, у нас в гостях был первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пеневич. А мы продолжаем знакомить вас со спортсменами, которые поборются за медали вторых европейских игр. Новая серия проекта сборной Беларуси посвящена батутистам во главе с олимпийским чемпионом Владиславом Гончаровым. Где в Беларуси находится сердце этого вида спорта? Каковы шансы наших спортсменов? Ответы у Андрея Козлова.